Доброе утро, мои хорошие! Всем огромный пламя, итальянский чао! Начался мой влог с того, что, ну что, мечты сбываются? Мечты сбываются, но я хотела начать вот эту именно фразу мечты сбываются именно вечером, когда после ужина я иду гулять, а знаете с кем? Смотрите, тадам! У меня собака появилась, ну то есть не у меня, но я выгуливаю эту собаку. И знаете, как её зовут? Её зовут Тамара, как мою покойную маму тоже звали Тамара. Давай, делай, делай свои дела. Тамара! Вот так вот Тамара вернулась ко мне. Такая же рыжуха, как я! Смотрите, как она нишится на травке, довольна, довольна! Контента, контента, а? Тамара! Я давно знакома с этой собакой, потому что сеньоры, старые сеньоры, хозяева этой собаки, мне давно знакомы. Эй! Чао, Тамара! Покажу, вот она Тамара, такая девочка, красивая девочка, такая нежная, мягенькая. Ну хоть и Тамарка, Тамарка такая. Ну давай, побегай, побегай, пока мы гуляем. Давай, давай. Ну давай. Или хочешь, чтоб я свою побегал? Ну, в общем-то, такая вот у меня подработка попалась. Выгуливать собаку полчаса утром, полчаса днём и полчаса вечером. Я сейчас с утра в беготне, ну не только это утро, вчера тоже в беготне было, Никиту отвезти, потом сразу приехать, вернуться сюда, в наш район, прийти выгулить собаку, а потом поехать сразу снова в город, в спортивный клуб. Так что сейчас самое у меня. Я Никиту отвезла до 8, 8, я пришла сюда, закончу в 8.30 и сразу поеду в город, потому что в 9 у меня водная гимнастика. Я сделаю в 9, если получится, сделаю в 10 две водные гимнастики. Так что классно. Как говорится, движение – это жизнь. Да, Тамара? Это наш второй парк. О, она в травке гуляет. Это наш такой второй парк, который находится вот по этой улице, там по той улице, там жила моя бабулька. Вот, и там лучший друг моего Никиты живёт. А первый парк у нас находится, я вам показывала, или ещё не показывала, ну, может, он не видел, но он находится на конечной остановке нашего автобуса. Там, прямо рядом со школой элементария, с начальной школы, где я, Никита, учился 5 лет. Вот так что у нас таких два парка небольших. Но этот парк мне больше нравится, потому что он вот такой вот округлённый, и здесь и травка есть, и деревья. Ну, там тоже травка есть, но там мало деревьев. И когда летом жара, там очень жарко. Я первый раз гуляю с Тамарой. Ещё не знаю, как она мне будет слушаться. Вот я её отпустила. Вроде бы хорошая, спокойно, не убегает. Самое главное, чтобы не убегала. Потом мне сегодня ночью снилось, будто я бежала за кем-то. Ну, не за собакой, конечно, за кем-то человеком. За человеками, за людьми какими-то бежала. Главное, чтобы за Тамарой не бежала. У нас вчера такой ураганный ветер был. Вау! Мы думали, крышу снесёт у нас. Вот. Я аж боялась, что крышу снесёт. Муж там молотком пробивал эти двери, щели. Там так бизжали эти двери у нас. Всё? Сделала свои дела? Довольна, довольна, да? Аж поскакала от радости. Ты куда, Тамара? Далеко не убегай. За пределами парка нельзя. Побежали, 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 побежали. О, с кем я ещё побегла, как мне с собакой? На, на водичке попить. Передохнуть. Знаете, честно говоря, я сейчас в купальнике уже в своём спортивном подни садела, чтобы потом сразу приехать, долго не переодеваться и быстро сразу побежать. А вдруг я приеду втык-втык, точь-точь, в девять. В девять-то уже ровно начинается, как говорится, гимнастики. Вообще всё начинается ровно по расписанию, потому что в нашем спортивном клубе всё пунктуально. Вот. Я даже косметику не наложила, всё стёрла, всё обмазала, чтобы в бассейне там с косметикой нельзя, которая смывается. Мне надо как-нибудь не смывающуюся косметику. Ну, вот, хотя бы тушь для ресниц. Да, Тамара? Так что сейчас только-только отнесу Тамару домой. И сразу я оставила машину прямо у них дома, чтобы сразу-сразу, как говорится, стартовать и поехать. Вообще давно я в этом парке не была. Помню, раньше часто сюда приходили, когда Никита был малый, с Никитой, с его лучшим другом. Ну, они здесь играли, а я здесь балдела, видео всякие делала. Да. А потом, помню, перед тем, как мама умерла, я сюда приходила с бабулей. Да, по-моему, в тот же день, когда мама умерла, или за день сюда приходила с бабулей, гуляли. Да. Ну, всё, скоро уже отвезу Тамару и поеду на водную гимнастику. Тут у нас, видите, для детей всякие горочки, лестницы, каталки. Там качелька есть. Классно. Никите нравилось здесь, когда он был малый. Сейчас большой уже. Я большой, я большой. Всё, уже ничего его не надо. Смотрите, какая я длиннющая. Галинка Гулливер. Так, я нахожусь в бассейне, такая смешнючая. Потому что я шапочку только что сняла. У нас перерыв между акваджимнастиком, между водной гимнастикой. Я сейчас первую это сделала, сейчас буду вторую делать. Видите, сзади меня женщины собираются. Там мы делаем водную гимнастику. А вот с той стороны, там именно плавают люди. Видите, у нас такая крыша, летом она откидывается. Вообще классно. Сейчас сделаю вторую гимнастику и домой. Ух ты, у нас у входа в наш спортивный клуб поменяли машину. Видите, какая крутая Астра. Не знаю, то ли это реклама, то ли это спонсор Астра. Фиат, Ланче, Альфа-Ромеро, Джип. Была другая машина, сейчас круче, конечно. Я все в бегах и в бегах. Я снова сейчас бегу домой. Прямо по дороге с вами разговариваю. Бегу домой, надо быстро переодеться, накраситься. И ждать, когда мне муж позвонит. Он сегодня только до обеда работает. Потому что дела. Я уже говорила, какие у нас у него. То есть будет новая машина. И сегодня он должен ее забрать. Наконец-то. Надеюсь, у них там ничего не переменится. Потому что он, ну как, выходной берет для себя. Получается, полдня теряет день. Полдня теряет. И вот он меня заберет. И мы поедем кушать суши. Праздновать новую машину. Так что подруг с вами разговаривает. Но самое главное, я успела. Утром я успела. Я так, ну я не гнала на машине, конечно. Я всегда осторожно вожу. Но все равно я успела. Я еще приехала даже на минут 10 раньше. Представляете? Ну там немножко расслабилась. Я это сделала. Я сделала две сразу водные гимнастики. И слава богу, что там было два разных тренера. Первую гимнастику вела моя бывшая тренер. Когда полгода назад я ходила. Она мне составляла программу всех тренировок. Что я кушаю? Меню так туда-сюда. Вот. Ну она так слабенько всегда делает водную гимнастику. А вот вторая водная гимнастика, там девочка, она крутая вообще. Тренерша. Так что, класс, я это сделала. Две водные гимнастики за одно утро. Все, еду домой. Уже практически пришла до машины. Так, ну все. Галинка готова. Есть суши. Это, наверное, только я могу с утра спортом заниматься. А потом идти на обед объедаться с сушами. Ну что делать? Мы не так часто кушаем суши. Мы не так часто обмываем новую машину. Ладненько, обмоем. Сегодня позанималась. Сейчас одену тепленькую кофту. Вот, одела теплую кофту, сумку, очки. Вроде все взяла. Кофта почему теплая? Потому что у нас так еще прохладненько. Но футболочку почему? Потому что у нас уже жарко. Непонятно. То ли жарко, то ли плохо. Вот так вот у нас меняется температура. Постоянно прыгает. С утра прохладно. Где-то в тенечке, например, ветер подует. Ветер холодный еще. А на солнце жара такая. Поэтому я беру с собой такую кофточку. Если будет в ресторане жарко, так я сниму ее. Такая вот длинная. Хорошо, что она... Почему мне нравится, что она длинная? Она закрывает мое бедро, что у меня болит. Вот здесь вот. Я сегодня, кстати, поговорила... Я, кстати, сегодня поговорила с моей бывшей тренершей, которая сегодня у нас первую водную гимнастическую вела. И объяснила ей мою ситуацию. Так, мол, так. Там болит, там болит. Она говорит, это мышца какая-то. Пытать потянула какую-то мышцу. И, в общем, она мне посоветовала. Чего кричишь? Она мне посоветовала, что делать. И, в общем, поговорили, поговорили. Она говорит, ты мне потом скажи, как у тебя дела? Все-таки тоже переживают. Они там в клубе, в спортивном, чтобы ни с кем ничего не случилось. Мало ли что. Они же за это ответственность несут. Вот видите, как грязно у нас в подъезде. Видите, вчера вечером кто-то возвращался и двери открывал. И вот ведь обедом задувало сюда все, весь мусор. Потому что вчера такой ураганный ветер был вообще. Смотрите, какие к нам машины заезжают. Это швейцарская. Швейцарский номер. А у нас еще есть и с Румынией, и с Польши. Какие ток-ток машин нет? И с Молдавии тоже есть, и с Украины. Швейцария. Мы еще видели как-то Испания. Франция, конечно, да, тоже заезжают. Сейчас нам бы выехать. Это мы уже едем праздновать. Пока еще на этой старой машине. Это просто уму непостижимо, что здесь все у нас творится. Мы, вот когда у меня было утверждение, мы поехали в наш ресторан, который находится в центре. А это был вторник. Вторник у них было закрыто. Странно, а никакого расписания, графика работы нет. Ну как, не написан график работы у нас наружу. И в интернете мы не можем найти график работы. В общем, вторник был закрыт. И сегодня, как раз вторник, мы приехали туда в центр. Там снова закрыт ресторан. Мы приехали сюда, напротив нашего торгового центра. Вот. Тоже закрыт, представляете? Никакого расписания не написано. Только написано цены, обед, ужин, что сколько стоит и все. А почему именно вторник у них выходной? Ну ладно, я поняла, понедельник, да? Нерабочий день у них. Вторник. В общем, мы снова едем за город в то соседнее село, где мы в последний раз ели втроем с Никитой. Ну сейчас поедем туда уже. Все, мы начали. Вот написали, заказали все, что нам должны принести. И здесь тоже можно выбирать суши, которые проезжают вкусные. Кстати, вот эти вот очень вкусные. С кунцом. Мужу понравились с кунцом. Какое чудо. Смотрите, это старый суши. А там хвостики от креветок. Тонно с какой-то рыбой. Нет, кукле. Авокадо, наверное, с кунцом. Авокадо с крабоим палочами. А вот и мой салат прибыл вкуснячий. Авокадо, креветки, салатик, помидорки. А красиво-то как? Смотрите. Паровозики такие. Сюда-сюда ездят. Сколько их много. Креветки грим. Вот это я новое что-то взяла попробовать. Но это, конечно, я не ем. Так, внизу рис. Авокадо. Рыбка красная. А вот это желтое, я пока еще не знаю, что это. Но красиво. Я вспомнила, что это. Это имбирь. Но я еще в таком виде, не знаю, пробовать, не пробовать. Так, нам пришли новые вкусности. Заказывали суши. Там еще и равиоли. Вот вопрос. Вот и нафиг я себя гоняла сегодня утром в бассейне. Это пельменная тарелка. Оселю, не оселю. Так, я ее оселила, эту пельменную тарелку. Кстати, место у нас счастливейшее и счастливейшее. Все. Вот же суши налопались. Я теперь чувствую себя поросенком. Или колобком взяла себе печенюшку счастья. Сейчас посмотрим, что там внутри за счастье будет. А вот она, отломала. Ну-ка, что написано? У меня тут написано, у меня начинается период, богатый период. Хороший. Короче, все будет хорошо. Ну, эту печенюшку, соответственно говоря, я не хочу есть. Я и так уже, вот, смотрите, лопну сейчас. Смотрите, какая красота. Прямо завораживает. Вот у нас какой ураган был. И сегодня утром, с утра, прямо там такие черные тучи были над горами, над Альпами. И сейчас ясная погода. И так красиво, так ясно. Так, мы едем домой. Ой, сейчас я, кстати, растрясусь немножко, погуляю вместе с Тамарой, с собакой. Как раз. Убейте меня. Я пожралась в полном смысле слова. Ужас какой. Прямо самой стыдно. Вот это дом, представляете, такой большой, огромный прямо дом. Недавно его купили за 160 тысяч евро всего-то. Потому что дома у нас вообще дорогие. Ну, здесь просто хозяйка последняя. Хозяин умер где-то лет пять назад. Их тут хозяйка умерла. А их единственный сын живет в Испании. Поэтому он так быстро продал. Очень слиться те, кто купили. Очень хороший дом. На спокойной улице, в спокойном районе. Так, а я снова с Тамарой. Мы с Тамарой ходим парой. Моя спасительница. Я теперь после завтрака, после обеда и после ужина с ней гуляю хотя бы полчаса. Хоть немножко растряхиваю свои жиры, что наела. Вот и сейчас наела. А хвостиком виляет. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Такая классная собака эта Тамара. Вообще. Пока там Тамара в травке гуляет, Галинка может на качеле покататься. Выдержит, не выдержит. Надеюсь, что выдержит после такого обеда. Ты на кого гавкаешь? Марк, месяц. А я в одной футболочке. Красота. Лепота. За Тамара. Хорошо. Во всех парках Италии обычно вода питьевая в краниках таких. Всё, попила, Тамар. Но я пока пить не буду, потому что она очень холодная. Вода. Тут открывается, закрывается. Она очень холодная. А летом она вообще горячая. Всюду течёт, представляете? Но всё равно хорошо, да? Побежали опять? Мы с ней тут бегаем потихоньку. Как красиво. Все дубанчики полевые. И жёлтенькие, и беленькие. И Тамарка там бегает. Ну вот. Выхожу с одного лифта. Чужого, конечно. Это где я хозяева. В чью собаку я выгуливаю Тамарку. Сейчас это зеркало. А там дверь открывается. Синь-синь, откройся. И вот я уже в своём лифте. Сейчас буду ждать, когда мне муж позвонит. И мы поедем уже брать новую машину. Никита почему с нами в ресторан не поехал? Он не захотел, потому что он сегодня со своим лучшим другом договорились... Договорились пойти в Макдональдс кушать. Так что они сами приедут после школы. И потом... И потом поедут в Макдональдс. Уже можно... Так, не так. Уже можно открывать балконы, окна, потому что у нас уже солнечная сторона. У нас вчера такой ураганный ветер был. Блин. Хорошо, что я успела домой зайти. Тут мне Никита позвонил. Не знаю почему. Может, автобусы не ходят. Мама, приедь за нами. Взяла вот ключи, видите, от машины. Сейчас поеду. Не знаю, или его одного заберу. Или с его лучшим другом. Заберу их привезу сюда. И потом они, наверное, поедут в Макдональдс. Наверное, так. Блин, гонки опять у меня. Вот у меня гонки опять. Я снова на этой улице, по которой недавно ходила. Вместе с Тамарой, с собакой гуляла. Ах, где жила моя бабуля. Жду Никитину лучшего друга. Привезла его сюда. Сейчас он оставит свой ранец, возьмет деньги. А Никита побежал домой за деньгами. Вот Никита оставил свой ранец тут тяжелейший. Я жду его друга. А я ему забыла сказать, давай только быстрее. Уже, не знаю, сколько времени прошло, он еще не выходит. А, блин. А у меня бензин заканчивается. Надо набензинить машину. Ну, может быть, на обратном пути и получится. Посмотрим. А я еще и жду мужа, когда он мне даст знать, когда он приедет за мной, чтобы поехать за той машиной. Надеюсь, я все успею. И бензин хватит мне. Надеюсь. Все, присела, наконец-то расслабилась. Потому что в машине мужа это тихий ужас. У меня снова такие гонки были, как утром были гонки. И сейчас у меня такие гонки были по вертикали. Я говорю, меня муж после ресторана оставил дома. Я только переодела штаны. Юбку сняла, штаны одела. Побежала сразу. Собака погуляла. Только вернулась домой, мне Никита позвонил. Я поехала. Я даже, блин, я забыла, не додумала взять с собой сумку с кошельком, с правами. Я только взяла свои ключи от машины и побежала, блин. Приехала за ними. Привезла их домой, чтобы они взяли кошельки. Вот. Потом повезла их в этот самый торговый центр. И тут я нарушила правила дорожного движения. Верите? И когда я уже выехала с торгового центра и ехала по мосту, мне позвонил муж. А мне надо было срочно ему ответить, потому что мы договаривались, что он за мной приедет. И я нарушила правила дорожного движения. Первый раз я в машине отвечала на телефон. Одной рукой водила. Я еще на мосту была, представляете? У меня вот сердце так, но надо было ответить. Но я нарушила. Конечно, я надеюсь, что... Самое главное, что меня полиция не остановила, потому что мало того, что нарушила правила дорожного движения, с телефоном была, так еще и без прав вообще в машине. И у нас сейчас тоже гонки, потому что уже заканчивается страховка на эту старую машину. Вот. Как это так получается? Счастливое движение. Ага, да, да, и потом... И потом ты остановил, потому что у меня есть автомобиль. Счастливое движение. Это нормально. Я понимаю, что это нормально. Ну, ладно. Хорошо. Окей. А что это? Ну, точно. Тоже вот чудак один проехал, правила дорожного движения нарушил. Конкретно нарушил. Ладненько, мы сейчас едем за другой машиной, наконец-то. Ладненько, мы сейчас едем за другой машиной. Поезд. Посмотрите, школа Гоида написана. Это школа дорожного движения. Там, видать, инструктор сидит с этим... Видно, что там парень молодой за рулем. Ученик. А там у нас дым какой-то. Видите, уже давно я, кстати, вижу дым. Что-то горит там. Горим, не горим? Догораем. Очередная расслабуха в агентстве. Хоть немножко, хоть пять минут посидеть, отдохнуть, ждем чего-то. Я как увидела эту машину, у меня аж нога зачесалась. От неров, наверное. Я просто-напросто офигела. Сейчас он объясняет, где что находится. И потом муж мне тоже объяснит. Вау, такая высокая. И мы поехали. И мы поехали. Я сначала думала, что динамики какие-то. Муж говорит, это воздух. А я думала, может, не музыка какая-то динамика. Ага. Муж должен еще приводить. Хоть к этой машине. К этим габаритам. Смотрите, она длинная, огромная прям. Зеркала какие-то огромные. У меня такие маленькие зеркала, малепусники, а здесь прям огромные. Вот это да. Это мы сейчас в автомобильном клубе. Надо здесь сделать кое-какие дела. Насчет этой новой машины. Ох, наконец, все дела вроде как сделали. Только вот Никита еще должен домой приехать. Не знаю, приехал. Нет, уже вернулся. Мы сейчас приехали к свекрам показать ему новую машину. Тинь-тинь-тинь-тинь. Птичка пролетела над каналом. Уже у нас каналы. А, нет, еще не сильно полные. Я думала, уже наполненные конкретно. Нет, еще не сильно полные каналы. А тут, кстати, рыба водится. Фары тут классные. Одна фара, и все, на все сигналы сразу. Смотрите, какой вчера ураганный ветер был. И вот горшок упал, вся земля. И горшок разбился, видите, и вся земля выспалась. Такая у них пальма, у свеклых такой дворик. Этот камин рабочий, только там цветы некому. Некому грилить. Ладно-то, ну поехали. О, красавица машина. Дашка, Дача, тоже Дашка. Наконец-то мы уже дома. Сейчас глянем. Это не смуронина, черника. Я перепутала. Мне написали, что... Что, не путайте? Извините, это черника, я перепутала. Наверное, я от усталости в последнее время. Смотрю, повиндорки нормальные у меня. Вот, фу. Вечером их полью немножко. Петрушечка хорошая. Это что, сорняк, что ли? Нет, это от петрушки растет, кустик петрушки. А что это такое? Я тоже издалека думала, трава простая. Нет, это куст петрушки. Вот видите его. Это все куст, целый куст петрушки. Непонятно. Непонятно. Запах непонятный какой. Ренагуарда. Так, сейчас я это белье уберу. Вот это развешу. На балкон выставлю. И, наверное, лягу немножко. Полчасика подремлю. Вот сейчас пришла домой, прям глаза закрываются. Вот денёлька. Так, очередной выгул Тамары. Иди, иди. Она услышала меня. Решила прогуляться по улицам. Не сидеть в парке в одном. Решила прогуляться. Всё равно она ко мне привыкла. Помнила меня хорошо. Не убегает. Куда я, туда и она. Потому что в ту сторону поехали две пожарные машины. Я вижу там далекий огонь сейчас. Выйдем на ту дорогу. Посмотрим, что там творится. Ой, я так устала. Немножко подремала. Как не поспала, но хоть подремала. Но как только встала мне. Как на зевоту потянула. И как начала зевать. Прямо до слёз. Зеваю и слёзы. Зеваю и слёзы. Откуда дровишки? Из леса везти мы. Тут итальянцы запасаются дровами. Потому что в этих домах. Там у них камины. Печки, в общем. Камины зажигают. Вот видите, дрова. 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 Запрецепила Тамара. Потому что тут уже машины, тракторы. Вон у нас тракторы проезжают. Ребятня там играет. Кто в шортиках? Кто в штанах? А, тренер в штанах. Это у них. Ребятар в штанах. Решила дойти до этих рисовых полей. Не видно, да. Сильно далеко, видать, там огонь. Где-то. В ту сторону пошли. Собака маленькая постоянно убегает от них. А, уже вижу. Уже скоро-скоро это поле будет в воде. Вот, смотрите. Видите, уже водой начали наполнять рисовое поле. Самолёт там летит. Всё, окончание дня. Сейчас мы мою машину зальём бензином. То есть, потому что бензин у меня там уже почти ноль. Чтоб завтра могла ездить спокойно и не бояться. Сейчас заплатим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok